итак светлана куда мы едем расскажи буквально через дорогу очень близко отсюда но давай давай что я переверну камеру чтобы было видно улицу до свечка но мы едем в дом который находится на более-менее приличном лоте и сколько с 8 на 255 соток и дом более приличной площади площадь 1770 все больше лот на сотку больше площадь на 20 квадратных метров больше до 4 спальни и 2 туалета 4 спальни 2 туалета и это тоже относится к тем же школам я не уверена если мы пересечем волк то он уже не относится к этим школам то есть первый дом был с хорошими школами а этот мы еще не знаю скорее всего нет а потому что все что завод перестала что по цене у нас оба цене миллион восемьсот считай по цене миллион восемьсот то есть еще дороже на 300 а вот скажи мне света ты говоришь что там ничего перестроить невозможно в то же время мы его сейчас ехали там чего-то такое перестраивали вот из такого дома они из него пытаются сделать уже нет ли дело в том что там нужно значит в чем смысл этого эклера у него ведь вся крыша держится на наружных стенках и в этом смысле ты внутри можешь всего снести а крыша станет как изба как изба строится но в этом случае внутри стенки это не фундаминальные стенки это просто перегородки которые можно все поубирать так это волк что ли они свои смысл этот ремонт фриман но если это фриман тогда может быть он еще относится к хорошему да так что за счет того куда мы свернем это фрида улица фриман в ту сторону это улица фриман так пошли дальше вот значит поэтому конечно если сказать себя окей я не хочу этот внутренний дворик я застелю его крышей я не хочу таких прозрачных стен я поставлю нормальные стенки сделала нормальные окна то в принципе периметр вот площадь ограниченная периметром дома довольно прилично тоже это дворик но там по крайней мере 12 квадратных метров есть это грубо говоря так грубо говоря так что вот он допустим был сейчас 1500 скверфутов но если застекленный но если дворик открытый закрыть крышей то площади дома добавится может быть еще до 200 скверфута а может быть и больше может и больше а вот поэтому но для этого нужно оставить только наружные стенки и все посносить внутри вот поэтому те люди которые готовы взять его например за полтора миллиона еще потратить ну триста четыреста тысяч на то чтобы все снести не делая не отделаешь ли не один сидел там что мне фундамента там все трубы лежат в бетоне ой то есть если тебе нужно делать любые работы связанные с тем что нужно переложить трубы в ванной в другом месте в другом месте вообще заколдовишься это построить новый дом стенки остается то что то ты лишь 300 тысяч но может даже больше конечно то считай там 200 долларов на скверфуты пойдет вот поэтому это все не просто люди перестраивают на чего сейчас такие уже цены извините меня что уже него не денешься более-неболее да а вот летом был такой бум сейчас он продолжается бум или или сейчас как-то поспокойнее не знаю но вот этот дом например который мы смотрели 1 диваншир он стоит а четыре дня тот который сейчас мы едем шесть дней еще один находится он 18 дней и последний тот который 818 вот эти два которые 18 дней они в какую цену 1 миллион 700 миллион 648 да а второе я просто хочу ребятам сказать что это в принципе интуитивно понятно но когда вы смотрите на дом есть такая характеристика как days on the market да то есть сколько дней он уже на рынке потому что есть если хорошая вещь ну как бы соответствует цена там качество и так далее она улетает просто с одного опенхауза то есть он не может быть на на рынке там 10 дней то что он уже ушел или у него цена завышена или уровень не такой ремонт хороший как хотелось поэтому да и зом за маркет характеризует насколько цена соответственно смотри сразу 18 дней это что значит 18 дней это считает три полных недели да потому что это значит что он он уже он уже на три опенхауза были опенхауза уже были да и вот с трех он не ушел но все сегодня четвертый день ну хорошо так это мы движемся по сани вейлу это на самом деле хорошая часть а не был я не за насчет школы здесь какие-то хорошие только другие не до у нас до школы сразу от слева школа так а куда поворот я не понял куда они думали повернуть вот они сказали они бибикнули а ты наверно ты проскочил его думаешь ну то есть вот так когда мы сейчас объедем с другой стороны я просто не сориентировался на нашем навигаторе торинг поехали мило здесь очень мило да и все вот эти крыльевские дома обратите внимание что некоторые не с плоскими крышами и там еще торчат вот эти бинас на которых лежит крыша им за за свои но не с вами река перекрытие дали вот эти перекрытия делают высоту потолка вообще 7 футов что просто очень неправильно потолок 8 футов вот эти бимз еще опускаются на фут да и в некоторых местах там дети бимс торчат аллок 8 футов то что-нибудь там 250 но но если у вас еще балк там торчит вот как раз мы сейчас увидим ниже потолка дом да и это будет очень хорошо где же мы встанем мы сейчас развернемся мы сейчас развернемся если все лежит на голове конечно это совсем плохо очень там было ощущение простора до воздуха бык ярда так что на улице живешь а здесь будет ощущение что в балке вот друзья этот дом в который мы идем я еще раз напоминаю за него хотят миллион семьсот у него восемь с копеечкой соток земли и где-то сто семьдесят квадратных метров квадратных метров площадь самого дома пошли посмотрим это вот гараж при входе и это сам вход вот он такой интересный и мы попадаем в как бы во дворик патио это вот патио такое и тут все такое стеклянда зайти нельзя нигде нет вот ну да вот там коридор какой-то в него можно зайти а вот там где светлана стоит тут можно зайти но ты как бы зайдешь сразу в комнату да там выходим и вот вы видите вот эти балки которых света говорил ведь она на фут понижает как потолок немножко так получается так вот мы зашли вот мы зашли вот на покрашенная стена современно покрашенная стол такой тоже какой-то декоративный да да кухня новая хорошая симпатичная но если на пол посмотреть пол тоже но во всяком случае здесь деньги положили в ремонт есть такую фишку нам риэлтор хочет показать на не знаю она как-то убирается это тоже соответствует старому дизайну на ней в новом с как бы приставная такая очень прикольная мы из кухни идем тут в бок попадаем как тут у нас фэмилирум видимо да тут телевизор друзья посудка напитки люди знают понимают смысл жизни движемся из кухни в эту сторону так вот там патио с которого мы пришли здесь это как бы библиотек что ли офис ну такой солидный офис да хорошо то есть явно люди живут тут а что тебя за спиной берем гараж открой ну техник хорошего них бош гараж на две машины бардачный такой ну хорошо все какого года дом свет мы не посмотрели можно спросить да мы продолжаем исследовать пространство дом был построен в пятьдесят девятом году мы с вами в мастер-бедруме тут солнечно потому что вся стена стекло вот мы оттуда пришли пришли сюда там у нас это мастер-бедруме это первые первые вокинг-клозет и потому что я не могу представить себе других домах но все-таки оно переделанное ну конечно да то есть вот пол такой смотри то есть мы на самом деле видим пример того как переделывать и вот там у нас туалетик там ванная там свет 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 мало это вокинг-клозет но без двори без двери и вот наверху вот такой light well то на улицу идет да ну что ж надо бы и нам на улицу пойти шкафчик такой с разбежными дверьми довольно милые киевские шкафчики и раковины новые и зеркало новое и туалет новый и вот этот душик абсолютно новый он конечно не очень просторный это надо отметить но абсолютно все новое это смешно наверху дырка такая это старая вот потолок старый они стиль сохранили это на улицу тут есть выход прямо на улицу непонятно красиво ну во всяком случае когда есть дверь это же лучше чем когда двери нет так я понимаю так мы движемся по каэдору длинному тут еще бедрумчик такой бедрумчик он же офисочек наверное тут школьник какой-нибудь живет да там кубки спортивные так надо мальчик алгебра 2 вот я вижу учебники то еще две спаленки тогда еще две спаленки совсем неплохо маленькая маленькая вот но это даже не спаленка это явно офисочек тут спать негде шкафчик есть но используют они это как и песочек потому что здесь нет кровати пошли дальше пойдем дальше ну это как бы элемент дизайна а это такая совсем детская может быть тут даже девочка у них то или как ты считаешь вот смотрите какие штучки хорошие девочки наверное девочка ладно пошли дальше снова на кухне и теперь уже мы с кухни выходим на бакьярд бакьярд он во-первых большой это можно сказать сразу на глаз во вторых он изумительно засажен то есть тут много деревьев кустов то есть очень красиво и понятно что это бакьярд которым занимались тут я они полят что-нибудь тут реально нет декоративно вот можем даже можем даже пойти вот посмотреть что у них тут за лэндскейпинг ведь тут дорожки кустики от полив трубочки не знаю как они там сейчас поливают с ограничениями на воду ну вот да лесенка так на дерево залезть пенечки это видимо песочница да вот там слушай там какой-то детский домик туда можно залезть и это будет детский домик это очень прикольно мне кажется так вот у меня в детстве друзья не было такого детского домика зато мы жили в отдельной квартире и это по тем временам 28 квадратных метров до 280 скверфутов может быть чуть больше но по тем временам это было ой какие прикольные фрукты вот по тем временам это было большой редкостью когда мы я пошел в первый класс это был 63 год мне было 7 лет я пошел в первый класс и учительница говорит дети поднимите руки кто живет в отдельной квартире и было три человека в классе из 30 и мы все трое были из одного дома так что вот где а ну да да там ребят стоят таки свет про этот дом скажешь что то но здесь явно больше площадь чем предыдущем двое это видно здесь есть очень отдельный такой большой солидный офис там ведь какое-то детское место 4 спальни спальни конечно отремонтирована конечно оно отремонтировано лучше выглядит и но самое главное что меня как бы это да например когда у тебя есть такой огромный бак яр нафиг на тебе вот это патио здесь внутри светик оно создает объем потому что стекла со всех сторон все правильно да ну представь себе что добавить метров 20-25 наверное квадратных если ты же не в коммуналке живешь люди шикуют нет но ты можешь построить вот оставив наружные стенки действительно перепланировать пространство сделать нормальные комнаты нормального размера ну мы мы же сейчас перенеслись 59 год тебе тебе только два года с этого радостно бегаешь двухлетка да конечно бегать по такому дому сплошное удовольствие действительно как будто бегаешь по дому а как будто бегаешь на улице ну что же и только-только запустили собаку белку и лайку космос стрелку вот ну хорошо значит мы идем дальше вот такие цветочки у нас тут растут как петушок или павлин у него название то что это мордочка птички похоже на мордочку птички я честно говоря как-то с недоверием отношусь к слову петушок то что многие могут нас не понять вот такие красивые цветочки растут